Всем привет, с вами Дрим, и это второй эпизод Наруто Тобаруто Шиноби Страйка. Итак, в прошлой серии мы ознакомились с тренировкой, с геймплеем, теперь будем пробовать проходить первое задание. Тренировочная VR-миссия пройдена, да, я вот сразу вторую серию начал записывать, смонтирую одну сначала, через пару дней закину вторую, посмотрим на активность, на вашу. Конечно, канал немножко у меня мертвенький уже, но лучше ничего. Я предлагаю тебе проверить свои знания, выполнив задание. Что скажешь, отличная мысль, так точно запомнишь, как там все устроено. Вот и наше первое задание, помните, у Наруто первое задание была миссия против Забуза и Хаку, у нас, конечно, не настолько эпичная будет, но интересно тоже. Особая тренировка Каши, Каши хочет, чтобы вы нашли на него какие-то крайне важные документы, задание серьезно, но не сильно опасно, идеальный вариант для новичка. Так, ну вот, в принципе, мы и бегаем, давайте побегаем по Канохе, вообще посмотрим на людей, смотрите, здесь костюм, как у Барута, у персонажа, и персонаж чем-то похож на моего, прической, наверное. Интересно, а потом можно будет кастомизировать? Ух ты, тут даже, смотрите, это что, плач, как у Эда Тенсей? Неужели? Куда он делся? Так, здесь даже персонажа, ой, плач, как у Оби-то есть, с рукой. Смотрите, даже рукав порванный, у него там клетки Хаширамы, то есть скины здесь самые, самые-самые, что ни на есть, на любой вкус и цвет. Смотрите, какие персонажи здесь есть, и... С кувалдой, боже мой. Кастомизация здесь реально на хорошем уровне. Ничего здесь даже не скажешь. Просто побегаем, посмотрим, что здесь еще есть. Смотрите, костюм как у Саски, но черного цвета, элегантно. И он даже на колени сел. И вроде как лицо Итачи, блин, прикольно тоже сделал парень. Или девушка, не знаю, вообще персонаж очень интересный. Здесь вот, смотрите, бегает. Еще стандартные скины. Здесь кто-то в костюме Акацки бегает и с хвостами девятихвостого Райден. Или Рейдена, не знаю, как правильно читать его. Здесь есть чувак с лицом Рокли, темнокожий, с хвостами как у Мадары. Ой, хвостами, ой, в костюме Мадары и хвостами девятихвостого. Так, ну, кто-то из деревни Скрытого Тумана. Давайте побежим к Акаше, думаю, терять нам здесь нечего. Их ты, это что, второй Хакаги у нас бегает? Вау, здрасте. Ну нет, не совсем, но костюм как у второго. Здесь, то есть, кастомизация скинов буквально любого персонажа. Вот костюм как у Митсуки, как мы видим. Реально можно очень хорошо кастомизировать все. На свой вкус и цвет, как говорится, Анбу. Анбу мы взяли в прошлой серии. Давайте поговорим с Какаши. VR-арену Ниндзюцу. Одиночные задания Какаши. Так, тренировка. Вот, особая тренировка Какаши. Какаши хочет, чтобы вы нашли у него какие-то крайне важные документы. Давайте начнем. Настройки боя, начать. Список игроков. Давайте начнем. Миссию, да. Судя по заставке, тут Наруто и Хинато бьются с Пейном и Конан в деревне дождя. Даже такое может быть в этой игре, блин. Но по эпичности, конечно, ничего не скажешь, никаких претензий нет. Посмотрим, как. На самом деле все будет. Но первых впечатлений от этой игры, ну, она меня удивляет в хорошем смысле слова. Пощады не будет, говорит Дрима. А против кого я играю-то? Неужели с кем-то будут сражаться? Страницы рукописи разбросаны по деревне. Не смогу собрать их в одиночку. Ммм, будем собирать книжку для Какаши, что ли, по всей деревне, бегать и искать. Важные документы, это его книга. А, на время мы будем искать, что ли, да? Я тебя награжу, просто помоги мне. То есть, это книга Джирайи, да? Та самая, про флирт. Еще что-то. Так, давайте будем... Перемещаться, да, игра немножко... Сейчас подвеснула, но, в принципе, все нормально. Собрали один документ. Такс. Я научился прыгать, не зря. Мне очень помогает. Ух ты. Ой, случайно мимо прыгнул, извиняюсь. Где еще там последнее? Какаши, я все собрал. А, все, мне понадобилось 20 с чем-то секунд. Так, теперь 100 метров нужно возвращаться сюда. Но это, думаю, не так сложно. Собирайся сейчас, прыгнем. Вот так вот. Ну и последний прыжок, давайте. Раз, два, три. Узарядимся на стеночку. И вот. Побежали мы какаши. Где-то за 40 секунд выполнили всю миссию. Неужели? Не за 40, за 50. За 49 секунд. Ладно. Вводим более точный. Скажи. Именно поэтому он как-то себя нелогко вел. Похоже, Каша забыл отдать твою награду. Догоните какаши. Ох ты, какаши, блин. С твоей книгой все забыл. Как ты мог. Это не из мейка, вот это совсем другое. Можно же подсмотреть. Примерно там одни какие-то символы непонятные. Да, не видно же, к сожалению. Да, нет. Да, блин, какаши, ты что, издеваешься надо мной? Куда ты убегаешь? Ты обещал мне награду. Отключайте свои слова. Подлый трус. Я могу тебя ударить, какаши? Меня, конечно, потом так ударишь, что мне мама не покажется. Да ладно. Ой, смотрите на это. Он возвращается, боже. Что он? О-о-о. Пожалуй, тогда я почитаю повнимательнее. Да он издевается, серьезно. Ну да ладно, благо мы умеем прыгать, перемещаться. Так, какаши здесь. Твоя награда? Ох, да, я совсем забыл. Да ладно, старт пер, блин. Совсем уже склероз в тебя. Давайте побегаем. Мне нравится анимация бега у Наруто. Я в детстве так бегал всегда. Включал опенинги из Наруто и так бегал. Хотя, признаюсь, и сейчас хочется так побегать. Так, ну ничего, какаши. Где моя награда? А, вот моя награда. Ух ты, монеточки. Что я на них смогу сделать? Не знаю. 50 монеток у нас есть. 50 рё, если не ошибаюсь, называется. Могу ли я бочки разбить? Нет. Зато могу, ух ты, как я прыгнул, интересно. Задание выполнено и... Всё, на этом задание выполнено. Первую нашу миссию в качестве нашего персонажа мы прошли. Опыт 340. Получается, у нас второй уровень. Да, второй уровень ниндзя. Похоже, для тебя разобраться с VR-ареной было нетрудно. Используя награду по своему осмотрению, некоторые вещи сначала нужно оценить. Можешь делать это в магазине инструментов ниндзя. Сейчас я тебя туда отведу. Идём. А, то есть там, по-моему, можно кастомизировать персонажа, да? Купить различные предметы, оружие, костюмы, аксессуары. Да. Ух ты, интересно. Будем знать, будем туда часто заходить, потому что кастомизация, это, по-моему, одна из главных новшеств и плюсов. О, тут котейка даже лежит, которая мяукает. Боже мой, даже два котейки. Как это круто. Тентен, привет. Она не только знает все инструменты, но ещё и прекрасно их использует. А ты знаешь, как представить человека, как Анафамару? Блин, кстати, мне Тентен очень нравится, как девушка, как женский персонаж Наруто. То есть из всех персонажей, которые в командах, там всякие, Хинато, Ино, Сакура и так далее, мне Тентен больше всех импонирует. Железные кастеты молодой листвы. Ну, давайте, получили, так получили. Купить. Что мы можем купить на 153-о? Оружие. Какое у нас оружие есть? Ножи кастеты ниндзя в стиле Асумы Сарутоби. Даже написано об этом внизу. Железные кастеты обычные. Когти. Зелёные когти. Смотрите, здесь реально прям много всего. Перчатки, которые защищают руки и увеличивают силу ударов. Перчатки выполнены в виде кошачьих лап. Ух ты. Кунаи. Пельмени Митараши. Это Анко, да? Киллера Би оружие можно купить даже. Его можно прям использовать в бою. Оружие создано на основе клинка Сая из Канохи. Кинжал чакры. Белым клыком. То есть, тут даже это вот. Сакума Сарутоби. Хатаки Сакума. Есть клинки и клинки Кибы. Это, да. Это не клинки Инезуки Кибы, а из Мечников Тумана. Его тоже. Меч Саски Кусанаги. Офигеть. Это, по-моему, лопатка Кушины. Вау, Самихада. Акулья кожа. Ещё один. Ещё одна Самихада. Только разных немножко видов. 3000 риона стоит. Мы можем дольше сейчас её купить, если бы у нас были деньги. Касахидана. Вирт и Мари. Разных цветов есть. Меч Обезглавливатель. Вау. Хирамика Рэй. Как у помощника Мизукаги. Он, кстати, сейчас тоже Мизукаги является. Когтистый посох. Как у четвёртого Мизукаги Ягура. Да. Ух ты. Взрывной меч. Тоже Мечников Тумана. Короткий клинок. Знаменитый меч Курасава. Курасава. Ну, мифуны, да. Это самураи. Блин. Поварский нож. Иглана Ибари. Тоже из мечников Тумана, который протыкает всех. Сковорода. Вот это уж точно сковорода Кушины, да. Тут сомневаться даже не стоит. Клинки Асумы вновь. Теневые когти. Тут, по-моему, просто разных цветов всё идёт. Розовых цветов. Не знаю. Для девушек, что ли, сделали. Кошачья лапка других цветов. Ну, а так, выбор оружия весьма и весьма хороший. То есть, практически всё, что можно только представить, кроме, наверное, клинка четвёртого Хакаги. Куная, вернее, четвёртого Хакаги. Я всё здесь увидел. Прям даже сейчас вспоминаю, какие оружия я не увидел. И даже не могу вспомнить, по-моему, всё, что можно здесь. Всё, было костюмы. Вот это тоже интересно. Смотрите, мы можем уже поменять даже. То есть, даже если мы из Сунагакуры, из деревни Песка, мы можем надеть на себя жилетку Канохи, либо жилетку Тумана и так далее. То есть, костюм Саски, даже из-за третьего сезона из Баруто. Вернее, это не совсем из Баруто, а из последнего фильма Наруто. Костюм Чоджи, Кибы, Сая. То есть, главных персонажей, которые мы можем надеть и даже, по-моему, по цветам поменять, судя по тому, как я видел других. Мантия Кабуто. Да, это не Эду Тенсей, но Мантия Кау это была. Плащ Акацуки. Костюм Гая. То есть, с костюмю Рокли можем бегать. Надеяние Канохи. Вот здесь разных цветов, да, можно выбрать. Интересненько. Одежда Тумана, Камня, Песка, Боец Канохи. Ну и здесь кастомная одежда, которой не было у других. Боец Песка, Боец Облака, Пляжный Боец. Можем даже в таком посписательном жилете биться, но это как-то что-то не очень. Костюм Анбу Джонин. Когда мы вводим рангом, мы можем надеть его. Так, ну, в общем, вот все верхние костюмы. Низ по штанам. Ну, примерно, думаю, тоже все, что мы видели. Мы это промотаем просто. Вряд ли здесь что-то суперкрутое есть. Баруто. Сайкиба. Чоджи. Саски. Стильные очки. Можем здесь аксессуары посмотреть. Круглые темные очки. Вау. Чувствую себя шина. Повязка на глаз. Вот это, кстати, прикольно. Было бы, если бы я реально косил под Обита, было бы прикольно. Так. Очки Чоджора. Маска Кушимару. Ух ты! Маска Гуру Туру. Очки Обита. Вот, кстати, блин. Про Обита говорю. И реально. Можно либо так, либо так. Либо есть просто маска на лицо. Квадратные очки. Повязка на один глаз. Вот они, очки Лобита. Вот это было бы идеально купить. 3000 Рео стоит. Я буду на это копить обязательно. Реально прям топчик. Очки Наруто. Да, я помню их. Они обычно были на голове вот на нем. Очки Шина, да, новые. Стили циклопа из Людей Икс. Маска Ханзо. Это уже коронавирус какой-то. Респираторы, блин. Маска Кагимасы. Но это из Баруто. Персонаж такой. Герой. Рога Кагуи. Вау. Маска Кошимару. Маска Алиса. Это же этот из фильма Дорога Наруто. Ротто Наруто. Что-то такое. Ротто Ниндзя. Это этот Мэнма. Узумаки Мэнма из другого мира. Блин, прикольно. Даже это здесь есть. Пирсинг Чикушода. Пирсинги разных пэйнов тоже можно выбрать. Офигеть. Круто. Круто. Жигакуда. Чикушода. Маска Анбук Анохи. Кошачьи ушки. Как это мило. Можно как кошачьи ушки даже в этом купить. Это Витеранг Чунин. Собачьи ушки. Ой, ну они как-то прикольно сделаны. Ой. Маска Анбук Кошка. Да. Видимо у нас еще не все открыто. Просто говоря. И мы потом будем открывать какие-то новые предметы. Потому что я видел, что у некоторых там есть и обычную маску на лицо. Я думаю тоже можно купить. Но здесь видите ее нет. Поэтому, видимо, что-то открывается. Отдельный примет для своего аватара. А вот здесь можно, кстати, покупать прически. Менять их как-то по-своему. Поэтому, в принципе, можно не переживать. Это что-то не так. Смотрите, можно даже маску, как у Ямато, сделать. И реально можно все это менять. Делаю лицевую раскраску купить. Различную. Стилерин. Нет, я не буду издеваться над бедными моими персонажами и покупать ему раскраску как у Рин. А вот раскраска для лица, кстати, интересная вещь. Здесь бы я сделал шрамы. Ух, как у Канкура, да? Раскраску для лица я бы купил. Что-то пока что не видно. Это лицевая раскраска. А, вот здесь видно. Раскрасок тоже очень много. То есть можно конкретно в стиле Наруто сделать. Блин, в плане кастомизации здесь очень круто все. Честно, даже лучше бы я не сделал и не придумал бы, честное слово. Можно бандану даже другую купить. Зачем мы тогда деревню выбирали, не понимаю. Банданы различные есть. Вау, тут есть бандана где-то Альянса Ниндзя. Вот это вот очень круто. Я бы ее приобрел. Прически, ну да ладно. Выйдем отсюда. Расходные материалы. Посмотрим. Светок Б. Перчатки. Ну и, в принципе, все. Это реально круто. О, Сакура, привет. Постоялый двор. На постоянном дворе вы можете менять внешний вид своего аватара. Также оружие, Ниндзюцу и его роль. Выглядит на Постоялый двор. Давайте заглянем туда. Ой, какие котейки прикольные. Боже мой. Вот, Постоялый двор. Сакура Учиха. Серьезно? Она взяла фамилию Учиха? Офигеть, Сакура Учиха. Боже, как это глупо звучит. Сакура, это один из участников тренера. Показываю. Сакура Учиха. Боже мой. Интересно, она в аниме тоже в Боруту стала Сакура Учиха? Я Сакура Учиха. Не говори, пожалуйста, так. Моляю. При всем уважении, Сакура недостойна называться Учихой. Растует. Наверняка ты хочешь сменить экипировку. Давайте переоденемся при Сакуре. Запикапим ее. Вот, и она от Саски уйдет. Будем в Сакуре ходить, хотя не. Я что-то не хочу, передумав. Изменить внешность, сменить боевое снаряжение. Что мы можем здесь делать? Атака, рукопашный бой, роль, дальняя атака. Ружие, рукопашный бой. Идеально ружие, дымовую бомбочку можно сделать. Железные кастеты можем взять. Ух ты! Здесь все подмены. Семь небесных вдохов. Дыхательная техника, автоматически становишь здоровье. Не, извините. То есть, это не врата были, а Кокуро Кли. Это другая техника. Вихрь Канохи, да. Я был прав. Дюксу телепортации. Это все, что у нас пока доступно. Вот. Можно здесь, короче, пресеты делать, так называемые. Вот. Четыре пресета. Ну, давайте. Сенбоны будем кидать. Ну, да. Незавидуются огненные бомбы. Катун! Мы можем использовать стиль огня. Вау. Ну, конечно. Мы... Так, мы же из Суна Гакуры. Почему мы Катун можем использовать? Ну, ладно. Десять секунд перезарядка. Огненные бомбы. То есть, разные техники. Катун. Гигантские огненные бомбы. Вау. Ну, это уже сильная техника. Их с Канохи. Защитные техники. Давайте посмотрим. Дюксу окаменения. Стиль камня мы можем использовать. Блин. У нас прям какой-то универсальный. Этот, который обладает двумя стихиями. Мы можем еще, что ли, совмещать их. Потом вообще Кейгинка использовать. Дюксу окаменения. Взрыв земляной колонны. А, мы не можем все. Четыре использовать одновременно. Мы можем, что чего, одно использовать только одновременно. Я-то думал, мы сейчас вообще универсальный ниндзи будем. Тогда понятное дело. Давайте будем дальний атакующим со стилем огня. По-моему, это интересно. Либо защитный стиль. Есть у нас окаменения, стены, грязи. Я не люблю на рожон особо лезть. Поэтому давайте будем защитным. Либо дальний атакующим. Давайте защитным будем. Потому что Катун это как-то нереалистично для Суна Гакуры. Изменить внешность. То есть здесь мы можем менять прическу из тех, которые у нас имеются. И можем потом, то есть вообще полностью поменять даже деревню. В будущем подарочная коробка. Ну, интересненько. Я особо ничего не поменял. А, нет, я поменял свой стиль. Мы теперь другой ниндзя. Мы защитный ниндзя. С стильем земли. С дотоном. Поэтому весьма полезно. Была Сакура. Что очень удивительно. Можно наставника выбрать. Саски вернулся в деревню. Как это звучит прикольно. Саски, вернись в деревню. Вспомнишь солнце, вот и лучик. Ух ты, Саски, привет. Двуалитека ниндзюцева ниндзя будущего. Вас пригласили принять счастье в мировом турнире ниндзя. Так. Раз ты используешь это VR-устройство, зачем тебе настоящий учитель? Ну, Саски в своем репертуаре. Ты можешь использовать данные об учителя в VR-устройстве. Разве нет? Прогресс ученика в значительной степени зависит от его учителя. То есть мы можем выбрать VR своего учителя. Не настоящего. Сам Саски ничего не хочет делать. Но давайте все равно пойдем в библиотеку ниндзюцу. Можем там что-то выучить. Ну, кстати, у нас уже персонаж видоизменился, владеет стилем земли. Дату нам VR-наставника можно выбрать, которого мы можем учиться. Давайте прогадаем с выбором. Так, здесь разные персонажи. Смотрите. Хаку, Забузу даже есть. Киллер Би. Наруто, Хашурама, Минато, Обито. Можем у Обито учиться, у Минато-сенсея. Блин, как это круто. Здесь реально тоже большой выбор наставников. И я бы выбрал Обито, наверное. Стать учеником Обито. Подтвердить, закончить обучение, найти нового. А, мы можем еще их менять. Наставников. Вау. Изучение особого ниндзюцу. Сезонный пропуск, сверхсекретная тренировка. Давайте, да. А, ну тут нужно покупать, короче, да, я так понимаю. Все, я купил все техники Обито, или что это называется, как это называется. В общем, я приобрел. Не знаю, как теперь это выбрать. Саски, короче, будет здесь. Ждание вместе с учителем. Следите, действиями на учителем, как он применяет техники в бою. То есть мы сейчас с Обито будем вместе, да? Прикольно. Пойдем к Аксу, чтобы учить о Собито. И смотрите, Саски с котейкой, как это прикольно. Товары, накупленные в магазине, ждут вас в подарочной коробке на постоявом дворе. Так, давайте пойдем в постоявый двор. По-моему, это там, где Сакура. На постоявый двор, подарочный какой-то нам нужно. В коробку зайти. Дополнение. Изучение особого ниндзюца Обито. Подтвердить. Подтвердить. Все, здесь мы сделали. Бонус за вход. Мы можем даже получить свиток С. Это здесь где-то делается. Как, в общем, мне поставить техники Обито? Или мне они еще недоступны? Я не понимаю просто. До сих пор не понимаю, как это работает. А я уж извиняюсь за то, что, может быть, туплю немножко для кого-то. Короче, ладно, я не разобрался, но я приобрел что-то, связанное с Обито. Пока не знаю, как это активировать. Думаю, позже разберусь. Ну, а, наверное, на этом закончим. Итак, мы сегодня многое сделали в сегодняшнем эпизоде. Да. Познакомились с Саски, с Сакурой, с Тентен лично. Тоже покастомизировали. Весьма интересная игра, поэтому следующий эпизод я забырю уже в другой день. После того, как уже выйдет первый и второй эпизод. После того, как я почитаю ваши комментарии, если они вообще будут. А с вами был Dream. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Всем удачи и всем пока.